Итак, как и обещал, проходим вторым слоем, красим стены. Для тех, кто первый раз смотрит это видео, повторяю, мы красим стены с помощью аппарата для безвоздушной покраски. Наносим в два слоя. Первый слой мы наносили, как это делали и как это получалось. Я показывал в предыдущих роликах. Для тех, кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Теперь еще вкратце напомню. Для этого мы используем вот такой аппарат ASPRO 2700. У него 200 бар давления рабочее. Что еще по нему могу сказать? Используем рабочее давление у нас, когда красим, по-моему, 10-11. Используем также граковский наконечник и сопло 512. Также используем краску. Краску используем Project Ceramic. Разбавляем ее на 10% водой. Сейчас буду показывать сам процесс. Еще вкратце напомню, зачем мы это делаем. У нас молдинги. Когда мы красим в один слой, они просто-напросто текут. Потому что молдинги материал плотный. Соответственно, не впитывает воду, так как стены. И молдинги являются самым уязвимым местом, где влага просто-напросто... Краска течет по молдингу. Поэтому мы решили наносить в два слоя. И как раз вот этот этап. Первый слой мы нанесли. Сейчас второй слой будем наносить уже финишный. Как это будет все смотреться. Весь процесс, всю работу сейчас буду показывать. Проходим, проверяем еще раз. Проклеиваем скотч. Может где-то отошел от влаги. Обязательно надо сделать, иначе вся работа минусуется. Потолок можно переделывать натяжной. Мы здесь покрасили периметральный молдинг. Карнизный. И залепили его. То есть он белого цвета. Это в тех комнатах был в цвет, а здесь он белого цвета. Поэтому здесь немного по заморочению у нас. И залепили его. Продолжение следует... 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 Ну, самое главное... Вот мы второй раз покрасили... Вот, молдинги у нас нигде не текут... Вот это самое главное... Всё, будем ждать высыхания... еще одно видео сниму как у нас получилось на это все спасибо за просмотр